Привет фанаты шахмат, поздравляю всех с новым годом, желаю всем нам света и тепла в доме и сердцах. Все неприятности пусть заберет с собой в 2022 год, а в 2023 чтобы все нам удавалось. А фанатики Путина как шли за кораблем, так пусть и продолжают идти. Надо наверное еще 200 тысяч, 300 тысяч хороших русских солдат выкосить, чтобы наконец-то и мы и вы победили расшизм. Вариант тартаковера, когда забирают нашего коня, мы испортили себе структуру, но захватили контроль над важными пунктами в центре. Слон за 4 мне кажется неточный ход, на Д3 у него больше перспектив. А теперь Б5, оказывается это неточность, сразу не понять. То есть мы напали, слон убегает, это логично. Ф5 опять-таки гоняем слона, развиваемся, уходим в рокировку и конь Д5. Вот так вот я задумывал, так оно и случилось. Но у белых был отличный ход А4, ставящий под сомнение вот такой ход конь Б4. Слон работает по этой диагонали, по большой диагонали. Ладья рентгеном посматривает на другую ладью. Нет хода А6, который бы защитил пешку Б5, поэтому приходится забирать. А тогда мы портим себе структуру, то есть конь, да, стал на хорошее поле ключевое Д5. Но мы портим себе структуру и у белых получше. Возвращаемся к партии. Так, С3, конь Д5. И соперник забирает от моего сильного коня, так как его слон упирался в коня и у него не было тут перспектив. Грозило Ж5, Ж4. Поэтому мой соперник решил разменять своего слона на коня. Слон Ф4. И тут вот учебный момент. То есть можно было бы поменять слонов, но это не так сильно, как мой ход. Слон Е7. Почему? Да потому что его слон хоть и активен сейчас на вот этой диагонали. Но я вижу, что мы можем отогнать его, а потом и запечатать Ф4. На Е5 он не устоит из-за Ф6. А тут он ограничен своими же пешками. Поэтому это правильный подход. Вот, Ж5. И тут мы оба зевнули. Я уже мог словить просто этого слона, закрыв ему отход. Следующим ходом Ф6 и победить. Но мы вот оба просмотрели этот момент. И ходом Ф4 я запечатываю этого слона. Мой слон предупреждает всякие там Ж3. Так как я заберу пешку еще и с темпом нападу на ладью. Плюс есть тут ход Ф3 вообще. Нападая на этого коня. А коню опять-таки некуда идти. Только на С1. То есть все в стиле русской армии. Негативное отступление. Кстати, поздравляю всех с первой сотней тысяч убийц. Отдравившихся на тот свет. Вот, я думаю и россияне тоже этому радуют. Так как у них меньше этой швали осталось. Теперь возвращаемся к шахматам. Ферзь Д3. А5. Брать эту пешку конечно же нельзя. Если они заберут. Просто выигрываем сразу коня. Соперник не попадается. Естественно. И ферзь Ф5. Соперник не дает провести тычок Ф3. И испортить ему пешечную структуру. Лучше за него было сыграть Ж3. Вот тут. И уже как-то пытаться реанимировать своего слона. Ферзь Ф5. Просто Б4. Хочу добраться до пешки Ц3. Ж3. Наконец-то. Но это ошибка. Так как я просто возвращаюсь слоном и забираю на Х3. Он отходит. Забрал на Х3. Он на Ф4. И лучший ход Ферзь Д7. То есть просто защищаю слона. И у меня уже намного лучшая позиция. Тут можно было сыграть слон Ф5. И у меня уже просто выиграна позиция. К сожалению, выиграть еще и не удалось. Так бывает. Партия закончилась ничью. Ферзь Ж3. И добивала тут ладья А на Е8. То есть нападаем на защитника этой пешки. Он, например, защищает. И просто надавливаем. Коню приходится отходить. Тогда мы забираем ладью. Забираем тут сначала пешечку. И выигрываем пешку на Ф4. У нас два слона. Полная доминация. И вот так вот мы побеждаем. Я сыграл тоже нормальный ход короля в 7. Естественный. То есть уходя с подрентгена. Но не выиграл вот эту пешку в 4. Позиция остается выигранной. Но постепенно я потерял это преимущество. Там был интересный эншпиль. И партия закончилась ничью.